мужики фазаны пасутся вот петух там где гнояку вывозим курица бежит рядом возле камышей еще сейчас вылезет курица вода на побежала меня увидели тут за парником спрятался но все равно глазастые капец какие сейчас пойдут туда набор до дерева где-то у них там гнездо это мало где-то еще не шарухаются это мало ну а зайцев вы видели уже на и шакалов тоже слышали вот еще один пролетел фазан только что сел прямо вот я не знаю метров 20 наверное их меня заметил или камеру подбег а те пошли он на краю на том сидят а вон еще бегают на других огородах фазаны там три петуха вижу куриц что-то не видно но там они вот как-то так трактор ком от сев подвозится вода надо еще два мешка поехать купить пока не работают не хватит ну вот замес произошел это здесь зерно было бочки вчера это вчера вчера только закончили за эти все бочки полные зерна они вот там стояли выбирали носили в основном батя сам занимался я немножко был занят вчера ему помог вот этот ряд поставили вот отсюда все по выносили здесь будем делать такой короб для зерна точнее батя будет делать ему так хочется такой большой высокий потому что его нужно где-то хранить вот здесь стояла вот не имеет не дебе тут бетономешалка вот где доска там стоит этот дробилка окно открывается вон чтоб пыляка там сидела а это решили полы выровнять хотя вот здесь они есть как бы но они все вот такие они на трещинах видосы помните да как мы их тягали вот этот бетон вот отсюда перетаскивали вот сюда ну это решили выровнять реками река пятерка и шестерка не помню пока так чтоб не разъезжались между а потом вырываем тут нули не обязательны главное сделать его сплошным и целым вот такие вот мужики дела тракторенок помогает батя сейчас отдыхает я сам пришел замешал бочка такая же 200 к 200 литровая разрезано это вторая половина вот полный кувш привозится полный полная корыто заколачивается вот как то так это уже на выход настроил сейчас тут заливая это все выносим вот тут выставляю там заливаю а потом вот так мужики на выход и все давно надо было сделать но руки только сейчас дошли до всего этого отсев видели да как возила там за окном за углом тому арацила шифер промазал маслом ну хотели сначала демпфер ставить там все дела а потом думаю да чудом мышам оставлять шанс какую-то промазал отработкой чтоб не приклеивался и вот он как есть рельефчиком таким и пускай застывает вот как-то так ну чё там говорит сараюха есть сараюха сетка висит там что-то висит лампы тут там тарарам вот для мешков специально сваренная такая штука ну как-нибудь покажу мешки засыпать обалденно тренога такая мешок цепляется там там то есть такие зубы вон не видно увеличу вот за ней зубы цепляются мешок и и все и спокойно засыпается он стоит стоит на земле вот это еще надо разобрать вот этому в сараю больше 50 лет больше больше мужики это был когда-то свинушник еще пацаном бегал вот таким и этот сарай был этот сараюху строил дед еще батин пахан ну вот здесь вот просвечивается это еще не достроенный ангар вот он частями идет как-то так делаем из того что есть а есть все только нужно это все дело завалить на столбы дубовые вот эти 20 на 20 сухой дуб шифер был понятное дело загрузился он стой кучи заткует ну так значит нравится пускай заткует вот как-то так сейчас отсюда заедет проход не широкий здесь даже прицеп не проезжает внутрь дорог проезжает вот ляпухи накидал стой стой сейчас доску это откручу там тоже подкручивал вот у достаем и покажу как заделать шов вот все очень просто мужики все очень просто вот на таком расстоянии даже можно заделать шов вот отсевчик отсевчик так ну теперь сейчас вот у рейку надо достать вот здесь специально здесь все выровнено не досыпалась чтобы можно было дотянуться он убать и молоток нужно дать небольшой сотряс рейки так чтобы она вибрация вибрация спокойно достается спокойненько достается и выносится остается вот такая вот канала которую сейчас мы будем заделывать как заделать и дотянуться туда здесь метр десять рука явно не метр десять все очень просто сейчас докидаю раствор вот здесь да да кидаю раствор вынесем бетономешалку нет не не вынесем бетономешалку и заделаем вот этот шов на расстоянии метр десять для удобства чтобы она здесь не мешалась мешать уже будем дальше за дверями потому что здесь слишком узко вот такие вот дела так но вынесли бетономешалку вот сюда здесь будем замешивать потому что здесь уже не развернуться но сейчас будем заделывать вот тут воду штробули как этом правильно назвать пока бетончик свеженький все это делается у доска сейчас батя положит через эту доску там уже достали и сейчас камеру на штатив и я пошел к горит да пойдет буду заделывать гладилочкой мастерок мастерок не котируется здесь по большому счету все перчатки одел пупырками наружу вот таким вот образом спокойно дотягиваюсь вот такая гладилка здесь набираю ежи переставляю переставляем мужики ежи о в в не в в в в в в в Ведро убил для удобства. Все. Ставим дальше. Никаких проблем. Метр десять. Расстояние между между. Ведро убил для удобства. И свет пригождается. Вот она линия от фар на свете. И видно сколько грузить, кого грузить, куда грузить. Помощник помогает. Идем и ночью уже. Дня мало. Сейчас поедет. Заводи. Фонарики. Фонарики. Все работает. Сзади площадка стоит. Вот она ее видно. Это мы ездили. Рыб кормили. А я пошел встречать его с той стороны. Через курятник. Сейчас все спят курицы. Поэтому все калитки открыты. Вот как-то так. Тут замешал, заколотил. Только выключил. Высыпал. Осталось еще немного. Еще немного. Еще чуть-чуть. Вот тут яма огромная. Ну не смотрите. Это я сверху накидал. Сейчас два ведра высыпал. Ну здесь сантиметров десять. А вот тут пятачок. Хорош. Все. Отлично. Вот как-то так. Ну вот и все мужики. Пол забетонировали. Ушло на это помещение 6 мешков цемента. И примерно где-то две тонны отсева. Примерно. Вот. Как-то так. Не буду хвастаться то, что здесь идеальное зеркало. Оно для такого помещения и не нужно. Главное, что все ровно. И без всяких там перепадов. Все. Всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok